Рада приветствовать вас на своем канале. В преддверии Дня Святого Валентина я сегодня предлагаю вам связать вот такую вот красивую влюбленную маленькую улиточку. Она будет служить символом на День Святого Валентина в качестве непосредственно валентинки. И на мой взгляд это намного, скажем, ценнее, чем маленькая открыточка, которая чаще всего просто хранится в шкатулочке. Вот я сделала в виде подвески на ключи. Можно сделать в качестве оформления для основного подарочка. Также такая вот улиточка-подвесочка станет отличным, скажем, презентом коллегам по работе, либо же школьным друзьям. Если же вы сделаете две улитки, допустим, с разным цветом сердечек и подарите одну улиточку своему любимому человеку, а вторую оставите у себя, это также является очень хорошим таким вот, скажем так, символом вашей любви и ваших отношений. На просторах интернета мне попалась вот эта улиточка. И сегодня я вам непосредственно покажу и расскажу, как ее можно сделать. Очень быстро, очень просто и, как на мой взгляд, скажем, подарок, сделанный своими руками, очень сильно удивит, вот, кому вы будете дарить. Я надеюсь, что вам понравилось, поэтому лайкайте и, конечно же, приступим непосредственно к самому изготовлению данного брелочка. Для вязания такого вот брелочка нам понадобится пряжа двух цветов. Это, возможно, пряжа любого состава, возможно, у вас есть какие-то остаточки, можете использовать их. У меня нашлась пряжа фирмы Ализабелла. Это хлопковая пряжа в 50 граммах, 180 метров. Для улитки я буду использовать нежно вот такой вот бежевый цвет. Для раковинки сердечко у меня нашелся розовый цвет. Крючок я буду использовать 1,75 миллиметров. Также нам понадобятся ножнички. Если вы будете изготавливать брелочек, как и я, то вам понадобится фурнитурка для брелочка. Для личика оформления улитки нам понадобится 2 бисеринки, либо же просто ниточка черного цвета, вдетая в иголочку. Мы будем просто вышивать. Так как у меня бисеринок не оказалось под рукой, то я просто вдела ниточку черного цвета в иголочку и буду по ходу работы уже оформлять лицо ниточкой. Конечно же, нам понадобится хорошее настроение. И мы начинаем. Начинаем мы с самой улиточки, поэтому беру ниточку телесного цвета и делаю начальную закрепительную петлю. Далее нам нужно набрать 2 воздушные петли. 1, 2. И во вторую петлю от крючка, то есть первую воздушную петельку, мы провязываем 3 столбика без накида. Первый столбик, второй столбик и третий столбик сюда же. Теперь мы будем вязать по кругу, то есть условно замыкаем эти 3 столбика в круг и находим первую петельку, первый столбик без накида в эту петлю. Вот так. В этой петельке. И провязываем в следующем ряду по 2 столбика в каждую петлю предыдущего ряда. Первый столбик без накида в первую петельку и сюда же второй столбик без накида. Далее во вторую петельку первый столбик и сюда же второй столбик. И в третью последнюю петельку предыдущего ряда столбик делаем 2 столбика без накида. Первый столбик и сюда же второй столбик. По завершению второго ряда у нас по кругу провязано 6 столбиков без накида благодаря 3 прибавлениям. Далее третий ряд мы будем чередовать столбик в столбик прибавления. И так 2 раза. В первую петельку провязываем 1 столбик без накида, во вторую петельку второй столбик без накида, а в третью петлю делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петельку. Поворачиваем хорошо, чтобы было удобно вязать первый столбик и сюда же второй столбик. И точно так же повторим следующий раз. В четвертую петельку столбик, в пятую петельку столбик, а в шестую петлю, последнюю петлю третьего ряда делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Первый столбик и сюда же второй столбик. По завершению третьего ряда у нас должно получиться 8 столбиков провязанных по кругу. 2, 4, 6, 8. Все правильно. Теперь для удобства я предлагаю в начале четвертого ряда вынести вам вот эту ниточку, которая у нас была при наборочной начальной косичке из двух воздушных петелек. Вот она. И поставим ее в начало следующего ряда. То есть вытащили ее и продолжаем вязать четвертый ряд. Теперь с четвертого ряда по пятнадцатый, то есть 12 рядочков, нам нужно провязать вот эти 8 столбиков по кругу по столбику без накида в каждую петлю 12 рядочков. То есть получается мы сейчас начинаем вязать четвертый ряд, 8 столбиков провязываем, пятый, шестой и так далее. Просто 8 столбиков. У нас должна получиться такая вот условная трубочка. Так мы связали туловище для улитки. Его не стоит набивать, так как оно должно быть у нас максимально такое вот изгибистое и плоское при пришивании. И далее мы переходим на голову, провязывание головы. Можете отметить начало нашего шестнадцатого ряда, там где мы начинаем делать голову. Либо же просто ориентируйтесь на вот этот хвостик. Итак, шестнадцатый ряд мы будем чередовать 3 столбика и делать в каждую четвертую петлю ряда прибавления. То есть провязываем в первую петлю столбик без накида раз, во вторую петлю столбик без накида второй раз и в третью петлю столбик без накида третий раз. Далее в четвертую петлю ряда провязываем прибавление 2 столбика без накида, первый столбик и сюда же второй в эту же петлю. Это первый раз мы связали пол, получается, головы. И повторяем снова 3 раза по столбику, в четвертую петлю мы провязали прибавление, далее в пятую, шестую, седьмую делаем по столбику без накида и в восьмую петлю ряда, последнюю петлю провязываем прибавление 2 столбика без накида, первый столбик и сюда же в эту же петлю второй столбик. Вот так, в конце шестнадцатого ряда мы провязали 2 прибавления и прочередовали столбики, поэтому сейчас в конце ряда у нас 10 столбиков провязанных без накида, в семнадцатом ряду мы снова сделаем 2 прибавления, поэтому чередуем 4 раза по столбику без накида и в пятую петлю ряда делаем прибавление. Итак, первый столбик, в следующую петлю второй столбик, в следующую петлю третий, в следующую петлю четвертый и в пятую петлю ряда делаем прибавление 2 столбика, первый столбик в пятую петлю и сюда же второй столбик. Это мы связали полголовы, далее повторяем 4 раза по столбику, начиная с 6 петельки делаем столбик, столбик, третий раз столбик, четвертый раз столбик и делаем следующую петлю, получается 10 петлю ряда прибавления над прибавлением предыдущего ряда. Первый столбик и сюда же второй столбик. В конце 17 ряда у нас по кругу должно получиться 12 провязанных столбиков без накида. Теперь мы эти 12 столбиков должны провязать 3 ряда без изменения, то есть 18, 19 и 20 ряд по 12 столбиков провязываем в каждом ряду, в каждую петлю просто вяжем по столбику. Это начало у нас 18 ряда и так вяжем, то есть можете просто отчитывать 36 столбиков провязывая по очереди, тогда у вас закончится 20 ряд. Провязали 36 столбиков по спирали и теперь мы получается перешли на 21 ряд. В 21 ряду мы сделаем первые 2 убавления, прочередуем 4 столбика, а затем сделаем из 5-6 убавления, провязывая их 2 столбика вместе. Итак, в первую петлю провязываем первый столбик, во вторую петлю второй столбик, в третью петлю третий столбик, в четвертую петлю четвертый столбик, а из 5-6 полупетельки провязываем вместе за передние полупетли захватываем пятый столбик и шестой и провязываем столбик без накида только лишь за передние полупетельки. Так мы связали вместе 2 столбика в едино. И повторяем второй раз точно так же. 4 столбика провязываем. Начинаем со следующей петельки. 1 столбик, следующая петля, второй столбик, следующая, третий столбик и четвертый. И далее из 5-6, то есть из 2 последних петель ряда, мы за передние полупетельки захватываем крючком 2 полупетли. И провязываем столбик без накида за 2 лишь передние полупетельки. Таким образом мы убавили в центре ряда 1 столбик и в конце ряда 2 столбик. Теперь по кругу в начале 22 ряда у нас должно остаться позади 10 провязанных столбиков вместе с убавлениями. Теперь я предлагаю вам наполнить голову. Для этого я беру обычную, самую-самую обычную вату. Почему именно вату, а не хеллофайбер? Потому что здесь очень важно вам наполнить таким образом голову, чтобы вам удобно было провязывать последующие ряды и наполнитель не вытаскивался. Если вы сюда наполните хеллофайбер, то он будет вытаскиваться. Вы катаете небольшой шарик из ваты. Пожалуй, я много взяла. И вот этот шарик просто просовываете для того, чтобы голова у вас получила такой вот более круглый, скажем, такой плотный вид. В принципе, наполнитель, я думаю, что здесь роли не играет, какой использовать. Буквально вот такой вот небольшой шарик. И чтобы он не вытаскивался, просто его немножечко дальше протаскиваете. Все, голова у нас наполненная. И теперь мы продолжаем делать провязывание головы, но переходим уже на рожки. То есть у улитки есть такие вот два усика рожки. Вот их нам нужно сейчас как раз-таки сделать. Для того, чтобы перейти на первый рожок, нам нужно пройти вперед на 4 столбика. Как это сделать? Мы переходим просто соединительными столбиками. В первую петлю проводим рабочую нить первый соединительный столбик. Во вторую петлю соединительный столбик. В третью петлю соединительный столбик. И в четвертую петлю соединительный столбик. Все, мы сделали переход на 4 столбика вперед. Далее мы делаем вверх 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. получается 5 воздушных петель цепочка вверх и далее пропускаем одну петлю от крючка и со следующей провязываем по цепочке вниз обратно спускаясь голове соединительные петельки 1 2 1 3 и 4 вот так 3 и 4 последний 5 соединительный столбик я сделаю уже в голову то есть вот здесь вот в первую петельку откуда начинали вот так сделали соединительную петельку и первый рожок у нас готов затем переходим к следующему повторяем все то же самое еще один раз 4 соединительных столбика 1 столбик следующую петлю 2 столбик следующую петлю 3 столбик и в следующую петлю 4 столбик далее поднимаемся на 5 воздушных петель вверх цепочку 1 2 3 4 5 пропускаем первую петлю от крючка и в следующую петельку начинаем делать соединительные столбики спускаясь голове вниз 1 соединительный столбик далее 2 соединительный столбик 3 соединительный столбик и 4 соединительный столбик 5 соединительный столбик я делаю уже непосредственно вниз в голову вот так у нас два вот такие вот рожка теперь мы вот это отверстие оставшиеся снизу мы не скажем закрываем то есть вот она наша наполнитель вата видна скажем вот мы сначала сейчас берем отрезаем оставляя длинный хвостик для того чтобы потом стянуть наше отверстие в голове и было чтобы удобно потом пришить скажем вот этот панцирь сердечко вот поэтому оставляем длинный достаточно хвостик сантиметров можно 20 не жалейте ниточку вот и перед тем как закрыть вот это отверстие в голове я предлагаю вам сделать глазки и ротик для того чтобы потом не возвращаться к этой голове то есть мы потом закроем петельки и будет неудобно скажем делать вышивку а просто сейчас берем иголочку с ниточкой и пришиваем либо бисеринки глазки либо просто вышиваем глазки и ротик для того чтобы сделать нашу улиточку более такой вот скажем красивой отрезаем ниточку я вытащила по длине и хвостик и затем мы вышив глазки и ротик будем уже закрывать отверстие как закрывать отверстие я вам покажу самыми элементарными двумя стежками я сделала глазки и ротик и теперь я в дело иголочку нашу ниточку рабочую и теперь смотрите куда мы делали соединительный столбик последний я и вывожу вот сюда иголочку начиная с первой полу петельки передней я вот так вот начинаю стягивать только лишь заводя за передние полу петельки рабочую нить вот таким вот образом и далее соединим полностью все передние полу петельки на затылочной части я перехожу на передние полу петельки вот таким вот образом то есть я пропускаю только лишь рожки вот эти а за передние полу петли захватываю и нанизываю как бы получается полу петельки столбиков соединительных на ниточку снова пропускаю я рожок но перед этим хорошо хорошо стягиваю вот здесь вот нанизанные полупетли и снова пропускаю получается рожок и вывожу ниточку где-то на затылочной части откуда начинала вот так у меня получается стянутая голова без отверстия вот не видно наполнителя ничего можете еще раз подтянуть хорошо и вот эту ниточку я не отрезаю оставляю где-то на затылочной части можно чуть ниже вот выводим иголочку и оставляем этой ниточкой будем пришивать сердечко к улитке то есть вот так можете пока иголочку временно снять для того чтобы она не потерялась вот и все наше туловище улитки готова голова ее наполнена имеет форму более такая тугая здесь все у нас хорошо гнется и остается лишь только сделать сердечко для сердечка я беру ниточку розового насыщенного цвета и для того чтобы у меня не было дырочек сердечки то я начну делать с кольца амигуруми не с двух воздушных петель как мы делали в начале для туловища а с кольца амигуруми для этого беру хвостик ниточки обвожу рабочую нить вокруг указательного пальца делаю закрепительную петлю вот таким вот образом и у меня получи получилось движущие кольцо в которой я буду набирать 6 столбиков без накида и так первый столбик второй столбик 3 4 5 и 6 придерживаю крайнюю петельку на крючке и стягиваю колечко за коротенький краешек ниточки у меня получилось кольцо амигуруми в которой я набрала 6 столбиков по кругу во втором ряду мы будем эти 6 столбиков провязывать по 2 столбиков каждую из петель и чик находим первую петлю я параллельно буду завязывать вот этот коротенький хвостик ниточки каким образом это сделать смотрите вот у вас рабочая петля на крючке вы вводите в первую петлю по кругу и вот этот хвостик накладываете он у вас получается на петельки далее провязываем столбик без накида 1 сюда в эту петлю и сюда же вводим крючок провязываем вторую петлю то есть прибавление в каждую из петелек далее берем вторую петлю провязываем сюда первый столбик и второй столбик я бросаю коротенький краешек ниточки и дальше продолжаю просто вязать в каждую петлю по два столбика без накида третий раз я сделала прибавление следующую петлю четвертый раз следующую петлю я делаю пятый раз прибавление два столбика и последняя шестая петля ряда я делаю шестой раз прибавление в конце второго ряда у нас провязано 6 прибавлений поэтому 12 столбиков без накида по кругу в третьем ряду я просто провяжу 12 столбиков по одной скажем так петельки в одну петельку один столбик и так первый столбик в следующую петлю второй столбик следующую петлю третий следующую петлю четвертый пятый шестой седьмой восьмой девятый десятый и два столбика одиннадцатый и двенадцатый довязали третий ряд 12 столбиков по кругу далее в следующем ряду делаем соединительный столбик первую петлю и вытаскиваем вот таким вот образом рабочую нить рабочую ниточку мы оставляем подлиннее для того чтобы ее спрятать хвостик либо же можете просто не длиннее а еще раз сделать рабочей ниточкой воздушную петлю вот таким вот образом я подтяну сейчас обратной покажу вам как ее закрепить можете длинный хвостик не оставлять нам он здесь в принципе и не нужен будет вот вы сделали соединительный столбик и еще раз делаем одну воздушную петлю вытаскиваем и отрезаем ниточку вот так то есть принципе нам этот хвостик не нужен мы закрепили ниточку эту ниточку мы закрепили еще в начале при вывязывании второго ряда поэтому я ее также отрезаю она мне не нужна у нас получилась одна долька сердечка мы точно также повторяем провязываем и вторую дольку откладываем эту сторону вот и точно также делаем кольцо амигуруми вокруг пальчика закрепительную петлю начальную и набираем 6 столбиков без накида затем в следующем ряду делаем в каждую петельку по столбику прибавления получается 12 столбиков провязанных и в третьем ряду эти 12 столбиков провязываем по одному столбику в каждую петлю то есть все то же самое что мы делали только не отрезаем пока ниточку и так я набрала 246 я уже перри набрала два столбика придерживаю крайнюю петельку 6 столбика и стягиваю колечко 6 столбиков по кругу в каждую из них каждую петельку я делаю по прибавлению вот все то же самое что мы делали с вами только что завязываю вот этот коротенький краешек ниточки в первые две петли чтобы он у меня потом не мешал и я его отрезала и все в принципе все то же самое у нас получится должны две одинаковые шляпки верхушки сердечка после того как мы связали вторую шапочку нашего сердечка мы ниточку не закрепляем не делаем соединительного столбика и не отрезаем это у нас будет рабочая нить от второй шляпки и теперь мы берем первую и смотрите мы сделали соединительный столбик закрепили ниточку начинаем со следующей петли провязывать столбик без накида вот так то есть как бы 2 вместе шляпки у нас на одном крючке вот соединили первым столбиком без накида и по кругу идем следующую петлю вводим крючок и провязываем второй столбик без накида в следующую петлю крючок третий столбик следующий четвертый столбик следующий пятый столбик далее 6 7 8 9 и 10 у нас остается вот здесь вот две петельки мы их не довязываем и идем дальше на следующую шляпку пропускаем две петельки один второй раз и в третью петлю на следующей шляпке мы должны ввести крючок и продолжить провязывать отчитывая еще 10 столбиков первый столбик далее в следующую петлю второй столбик следующую петлю третий столбик следующую петлю четвертый следующую петлю пятый далее 6 7 8 9 и 10 что у нас получилось у нас получилось 4 центральные столбика на одной шляпке два столбика и на второй шляпке два столбика нетронутые а по кругу мы соединили две шляпки отсчитывая 20 столбиков то есть 10 на одной мы отсчитали и 10 на другой вот этот центр мы можем закрыть сейчас непосредственно вот этим хвостиком который у нас остался с внутренней стороны для этого я беру крючок и продеваю крючком можете даже крючок потоньше каким вам удобно продеть вот этот хвостик несколько стежков закрепить между вот здесь вот у нас косички 1 и 2 1 2 чашечки вот этой шляпки вот мы берем один раз делаем стежок сквозь все петельки 1 столбика пропущенного сквозь все петельки 2 столбика пропущенного можете даже вот здесь вот третий стежок сделать где-то чтобы закрепить затем я сделал три стежка просто вытаскиваю ниточку могу еще раз в обратную сторону пройтись для того чтобы закрепить вот этот хвостик вот точно также продеть сквозь эти же пройденные вот столбики могу узелочек завязать в принципе здесь уже просто мы закрепляем ниточку для того чтобы она у нас в дальнейшем нигде не мешало я просто отрезаю вот этот хвостик который остался у меня и все я закрепила внутреннее отверстие и теперь у меня осталось лишь только 20 столбиков по кругу которые я провязала теперь я беру ниточку для удобства контрастного цвета и отмечаю начало следующего ряда сейчас у нас провязано 20 столбиков соответственно мы начинаем вязать 5 ряд в пятом ряду мы будем чередовать три столбика без накида и делать убавление находим первую петельку в нее провязываем первый столбик без накида следующую петлю второй столбик без накида и в следующую петлю третий столбик без накида далее убавление я буду делать таким же образом как вяжу столбик без накида только захватывать две передние полупетельки следующих двух столбиков то есть получается мы провязали три столбика 4 5 столбик захватываем лишь передние петельки и провязываем такой же столбик без накида сквозь эти две полупетли Это первое убавление мы сделали, теперь чередуем снова 3 столбика, 1, в следующую петлю 2 столбик и в следующую петлю 3 столбик, далее 4, 5 полупетельки передние захватываем и провязываем столбик без накида сквозь них, то есть это сделали второе убавление. Третий раз 3 столбика, 1, 2, 3, далее убавление, 2 передние полупетельки захватываем и делаем третье убавление. До конца ряда нам остается прочередовать точно так же 3 раза по столбику, 1 столбик, 2 и 3, вот и у нас остается 2 петельки, которые мы захватываем за 2 передние полупетли и провязываем столбик без накида. У нас было 20 столбиков, мы прочередовали 3 столбика убавления и получилось, что убавили 4 петли в ряду. 20 минус 4, по кругу у нас провязано 16 столбиков без накида. В шестом ряду вы можете перенести вот этот маркер, я его делать не буду, переносить вот эту ниточку контрастного цвета, я просто на нее буду ориентироваться. Теперь мы будем чередовать 2 столбика и делать убавление из 3-4 столбика каждого в этом ряду. В первую петлю столбик, во вторую петлю второй столбик. Далее 3-4 полупетельку переднюю мы захватываем и делаем убавление. Столбик без накида за 2 передние полупетельки. Вот так. Это первое убавление. Далее снова 2 столбика. Аккуратненько поворачивайте, удобным для вас способом. И снова столбик раз, в следующую петельку столбик второй раз. Далее 3-4 петля. Каждая 3-4 петля это убавление. Поэтому захватываем за передние полупетельки и провязываем убавление. Работа очень мелкая, вы постарайтесь, чтобы у вас ничего не выскальзывало. Отмечайте каждый ряд для удобства и просчитывайте точно так же в конце каждого провязанного ряда. Сделали второе убавление. Теперь делаем третье убавление. Столбик, столбик. И вот дошли до третьего убавления. За 2 передние полупетельки захватываем и провязываем столбик без накида. И последнее четвертое убавление до маркера. Столбик, столбик. И делаем убавление. Так. Вот здесь 2 столбика. Вот он первый столбик. За ним второй столбик без накида. И 2 передние полупетельки двух последних столбиков, провязанных предыдущего ряда. Сделали убавление и снова мы убрали 4 петельки в ряду. Было 16, стало 12. И вот, как вы видите, уже закругление идет для сердечка. И сужение идет, скажем так, на пиковую часть. Вот. Мы связали с вами шестой ряд. В седьмом ряду мы будем чередовать то столбик, то убавление. Поэтому начинаем с ближайшей петельки. Провязываем 1 столбик. Далее провязываем убавление столбик без накида за передние 2 полупетельки последующих столбиков, провязанных в предыдущем ряду. Вот так. Захватили 2 передние полупетельки и провязали столбик. Это первое убавление. Разворачиваем следующую сторону. И провязываем снова столбик без накида. И следующие 2 полупетельки это убавление. вот так поворачиваем удобным для себя способом второе убавление делаем далее столбик провязываем третий раз чередование и третье убавление и вам остается сделать это еще раз столбик прочередовать и сделать убавление столбик обратите внимание провязываем за две стеночки за две полупетли 1 петельки вот и убавление захватываем только лишь ближайшие полу петельки в этом ряду мы убавили 4 петли поэтому 12 минус 4 получается по кругу провязанных 8 столбиков вот эту ниточку я убираю у меня остается 8 столбиков которые я без проблем пересчитаю сейчас для удобства я предлагаю вам наполнить сердечко то есть мы берем вату вот и хорошенько хорошенько наполняем два вот этих полушария две шапочки и после этого мы с вами закроем вот это отверстие после того как мы наполнили сердечко нам остается лишь только провязать четыре убавления для того чтобы максимально убавить количество петелек и так за передние полу петельки первое убавление захватываем провязываем столбик за следующие две полу петельки передние мы захватываем делаем второе убавление здесь будет немножечко сложно чтобы не захватывать наполнитель вот далее третье убавление следующие две полу петельки захватываем и последний раз вам остается сделать четвертое убавление просто за две передние полупетельки провязываем столбик без накида тем самым провязываем получается столбик уменьшая количество в два раза вот провязываем последний столбик и у нас остается вот такое очень очень маленькое отверстие сквозь которая скорее всего будет тяжело скажем так наполнить остаточек можно этого не делать я всегда делаю вот этот остаток я каким образом наполняю беру крючок потоньше и захватывая наполнитель подгоняю его к уголку таким образом у меня получается наполнена полностью все сердечко все теперь мы берем ниточку оставляем хвостик для того чтобы можете вот здесь вот буквально пару стежков стянуть сердечко для того чтобы она имела такую вот более заостренную основку и берем после этого нашу улиточку вот так вот аккуратненько сердечко прикладываем уголком к улитке и вот так вот пришиваем вот этой ниточкой телесного цвета можете продеть сквозь сердечко захватить хвостик и еще раз продеть сквозь сердечко то есть таким образом тоже у вас закрепиться и вот наша улиточка остается готова единственное что я вам порекомендую оставить хвостик как можно больше для того чтобы сделать максимально скажем так большой расход ну как бы ниточки то есть смотрите вы сейчас в день эти вот эту ниточку в иголочку стяните два стежка и вытащите вот в этот уголочек для того чтобы сделать скажем для нашего держать как вы помните у нас это брелочек вот вот такую вот петельку чтобы удобно было повесить затем на держать чок фурнитуры наш брелочек если же у вас это просто такая вот улиточка сердечком допустим в подарок какую-то можно скажем когда дополнение к подарку либо же просто этой ниточкой можете вытащить в уголок иголочкой и сделать петелечку такую вот воздушную из цепочки вот петелечку для того чтобы потом сделать как бы такую вот подвесочку либо в этом уголке либо в этом как вам удобнее в принципе здесь уже скажем куда вам подсказывает ваша фантазия вот я оставила по длине хвостик для того чтобы мне сейчас было удобно сделать скажем петелечку для того чтобы подвесить на фурнитуру брелка в деле ниточку в иголочку и теперь берем лишь захватываем вот эти вот полу петельки ближайшие и делаем пару стежочков то есть захватываем только лишь вот эти скажем так видимые нам полу петли от сделанных убавлений вот так после того как мы затянули наше отверстие точно то есть наш наполнитель никуда не денется я беру вот так вот прошиваю в любую удобную для себя сторону мне например удобнее вот так вот выйти влево в левая полу полу сферу сердечко вот взяла очень маленькую иголочку не очень удобно вот но я продеваю сюда ниточку для того чтобы мне сделать сейчас петельку для фурнитуры то есть вот поправляем чтобы нам удобно было вот смотрите я оказалась сейчас из уголка вышла в левая полушария теперь я беру убираю иголочку она мне пока не нужно что я делаю я беру захватываю вот здесь где-то полу петельку вот так вот сейчас я вам покажу я взяла для этого крючок потоньше для того чтобы мне продеть вот здесь рабочую ниточку и сделать рабочую петлю вот так так сейчас я вам продемонстрирую это вот я сделала рабочую петлю обратите внимание сейчас я сделаю эту рабочую петельку набираю всем воздушных петель то есть смотрите первая петля 2 3 4 5 6 и 7 у меня получилось в левом уголочке 7 воздушных петелек далее я пропускаю первую петлю от крючка и возвращаюсь соединительными петлями как мы с вами делали рожки для улитки вот таким вот образом поочередно в каждую из шести последующих петель делаю по соединительному столбику вот так далее я делаю получается закрепительную вот здесь вот окончание петлю и вытаскиваю рабочую нить сквозь эту петельку далее обратно вдеваю ниточку в иглу теперь беру фиксирую иголочку откуда выводила рабочую петлю и продеваю сквозь буквально один-два столбика вперед то есть чтобы мне зафиксировать как бы вот эту петельку вот так теперь я беру эту петлю условную раскрытую продеваю сквозь петлю фурнитуры вот так вот и у меня получается вот так вот заделана скажем так колечко продетая сквозь железное колечко теперь я беру за уголочек захватываю как бы за крайнюю воздушную петельку захватываю и пришиваю краешек как бы вот эту палочку пришиваю к фурнитуре вот так буквально несколько стежочков я думаю что никуда она не денется вот но главное плотненько пришейте для того чтобы она хорошо хорошо держалась вот я думаю что 23 стежочка здесь вполне будет достаточно вот и у нас получилось что присоединено сердечко вот этому держачку и остается лишь только вдеть иголочку в ниточку телесного цвета и пришить сердечко к улиточке вот таким вот образом и вот он у нас получается брелок сейчас я выключаю камеру доделываю пришиваю улиточку и сердечко между собой и все наш брелочек будет готов и вот когда мы пришили улитку к сердечку получается вот такой замечательный брелочек либо сувенирчик если вы делали без фурнитуре брелка я надеюсь что у вас получилось понравилось было интересно поэтому конечно же комментируйте ставьте лайки подписывайтесь на мой канал кто еще не подписан будет много чего интересного и нового и конечно же с предстоящим праздником днем святого валентина всех влюбленных пока пока